ММА Бетс 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 Не подписал Лагнейна, да, ну и получилось так, что как бы боец, который проиграл, в итоге все-таки в UFC попался, ну попал, да, потому что он все-таки старался более зрелищно работать. Ну в целом Билл Алгео, это ударник, в целом это ударник, безусловно, джиу-джитс у него тоже присутствует, есть у него победы с Абмишнами, но с борьбой у него в принципе проблемы были всегда, по большому счету. Вот, и соответственно в UFC, да, он встретился с Рикардо Ламасом, и что интересно, я считаю, что показал бой намного лучше, чем должен был, то есть я ожидал от него худшего выступления, но тем не менее, так получилось, что у Рикардо Ламаса он забрал даже второй раунд, то есть проиграл там первый, да, Рикардо Ламас был лучше, выиграл второй, но в третий проиграл по сути в одну калитку. Рикардо Ламас нам подключил борьбу и сделал несколько переводов, и, как мне кажется, за счет этого был лучше. Далее, опять же, Спайка Карлайла неплохо выиграл, но опять же, нужно здесь понимать, что Карлайл уже уволенный из UFC боец, и я не знаю, ребятки, Карлайл, если вообще можно сказать, что он был на каком-то пике, он, конечно, очень сильно сдал. Он уже сейчас в LFA дерется, и крайний его бой в LFA, я тоже посмотрел, это было просто ужасное нулевое выступление, просто чудом выиграл, соответственно, ну вот такого вот парня Белалгио сумел победить. Вот, соответственно, ребятки, что можно здесь сказать? Если мы посмотрим на коэффициенты, да, то видим, что Белалгио идет небольшим фаворитом за 1.8, и, соответственно, Рикардо Ламас идет здесь андердогом. И мне почему-то кажется, что, ну, немножко это неоправдано, хотя бы по той причине, что Рикардо Ламас является более универсальным бойцом, у него просто больше ключей к победе, по сути, потому что, в принципе, он может как и в стойке очень неплохо и тяжело попасть. У него, ну, такая, не прям сказать, что обычная стойка, она весьма неординарная, с неожиданными-то такими ударами, да, и вполне Рикардо Ламас сможет и в стойке попасть. Здесь не нужно, да, смотреть на то, что не было у Алгио досрочных поражений нокаутами, его уже потрясали в боях, такое было. Вот, ну и, конечно же, Рамас сможет побороться, я практически уверен, что он будет это пытаться делать. Я не могу, да, сказать на 100%, что у него вот это точно будет получаться, но у него есть в запасе борьба, у него есть джиу-джитсу, и, конечно же, он будет чередовать, да. По сути, соперник, я считаю, относительно удобный, потому что хоть и, ну, повторяю, некоторые джиу-джитсу у Алгио есть, но по большому счету это все-таки ударник. И, собственно, я считаю, что у Рикардо Рамаса, да, за счет своей разносторонности здесь шансов немножечко побольше. Я бы кэфы наоборот поставил, по большому счету. Вот, потому что, опять же, сильно списывать Алгио тоже не стоит, так как, ну, он довольно работоспособен в бою и очень много удара, в принципе, может нанести. И, по сути, в чистой ударке, если они, ну, будут, скажем так, открыто работать, то у Билла Алгио есть возможность переработать. Но это тоже не факт, это тоже не факт. И довольно будет тяжело именно, скажем так, сделать открытый бой, когда соперник будет постоянно-постоянно еще угрожать переводами. В общем, я здесь за более разнообразного, за более универсального бойца Рикардо Рамаса, тем более, что он идет андердогом. Но посмотрим, что из этого получится. Итак, ребятки, движемся дальше. И следующий бой, который нас ожидает в основном карде, это Луис Пенни против Алекса Муньоза. Соответственно, Луис Пенни должен был совсем недавно встречаться с Дракаром Клозе. Там из-за ковидных протоколов, да, не получился этот бой. Но, в любом случае, если смотреть на его выступление в UFC, я напомню, что он через ТАФ попал. В ТАФе он там получил травму, не смог, ну, полноценно, скажем так, выступить, да, выиграл там только один бой. Затем, опять же, в UFC неплохое начало. Поражение в близком бою Майку Тризану выиграл, ну, кого выиграл, да, Стивена Питерсона, ну, как бы это кто? Вот, в ЛФА Стивен Питерсон мне казался, в принципе, неплохим бойцом, да. Но в UFC, к сожалению, оказалось, что это просто, просто практически, практически нулевой боец. Ну, Стивен Питерсон его там переводил, я не помню точно сколько, раза три или четыре точно переводил. Шел вперед, ну, Луис Пена, в принципе, в стойке оказалась там лучше. Далее выиграл Мэтта Вимана, просто бедного старика, домучил в третьем раунде, кое-как уничтожил, проиграл Мэтту Фриволи. Я уже не раз озвучивал свое мнение по поводу этого боя. Я считаю, что вполне заслуженно он здесь проиграл, но в любом случае бой был близкий. Да, и он где-то очень неплохо попадал, но в целом у Фривола получалось вот этому длиннющему, длиннорукому Луису Пене просто впрыгивать в ближнюю дистанцию, врываться, наносить вот размашистые удары по голове, да. И Луис Пена на протяжении всего боя этого пропускал, да, что интересно. Вот. Вот. Далее просидел три раунда за спиной у Стива Гарсии, который там на коротком выскочил. Кстати, как раз-таки тогда с Алексом Муньозом должен был Пене встречаться. Ну и проиграл Хами Уорте. Опять же, бой был довольно близкий, потому что первый раунд Луис Пене отдал. Я считаю, что отдал сам по своей собственной инициативе, потому что он просто не делал попыток перевода. Там была, по-моему, одна, и она была ужасно топорная. Во втором раунде был очень легкий перевод, и второй раунд Луис Пене легко забрал. Ну, так получилось, что в третьем опять же попался на гильотину. В общем, соответственно, вот такой вот боец. В основном, конечно, его наиболее сильная сторона, что можно сказать? Ну, пожалуй, это какие-то болевые удушающие приемы. Он такой высокий, худой, длиннорукий, длинноногий. И вот благодаря своим рычагам это делает его довольно опасным. Да, очень неплохо заходит за спину, за спиной вообще плотненько сидит, скинуть его очень трудно. Вот. Ну и я, кстати, не скажу, что у него плохая стойка. В принципе, по большому счету, стойка вменяемая, да. И может он в некоторых боях и в стойке вполне себе поработать. Тренируется он сейчас в Американ Топ Тим. Мне нравится его форма. Прям действительно неплохую он сейчас набрал форму. Что касается его соперника, Алекс Муньос, это тренер по борьбе из Тима Альфа Мэйл. Уже тоже не раз про него разговаривали. Через контендер серии он прибыл. Ну, по большому счету, прибыл в UC. То есть его сразу там не подписали, но в итоге все-таки взяли в UC. И опять же, если я правильно помню, по-моему, как раз таки вот этот Тринити Кингс 8, где он выиграл Троя Лэмсона. Лэмсон это борец такой чистый, но перебороть Алекса Муньоза у него, конечно, не получилось. Вот это шоу как раз таки было тоже в Дана Вайт ищет таланты. И Дана Вайт рассмотрел там все-таки Алекса Муньоза, да. И взял его. Ника Ньюэлл он просто избил, да, ничего ему сделать не дал. Сам его там перевел, тоже не помню, раза четыре, по-моему. Хотя Ника Ньюэлл это сам, ну, такой однорукий боец. Я думаю, многие его знают. Он сам исключительно в партере любит и умеет работать. У него куча побед удушками. Вот именно в партере это его сильная сторона. Он, кстати, физически очень сильный. Но Алекса Муньоза не дал ему там ничего сделать, сам его залежал, да. Вот, ну и, соответственно, с Троем Лэмсоном тоже довольно легкий был для него бой. Тоже борец, да, против него. Вот, ну, Назратуха Хакпараста, он, по сути, ничего сделать не смог. В первом раунде его только один раз перевел. Больше перевода вообще не получались. Переводы были какие-то ужасные, непонятные. Он просто наклонялся на прямых ногах. То есть, что это было? Мы тогда тоже в подкасте после турнира, да. Кто не в курсе, мы после каждого турнира записываем подкаст сразу же. И разбираем, да, наше мнение. Высказываем, что мы там увидели, что понравилось, что не понравилось и тому подобное. В общем, ребятки, welcome на канал сразу после турников. Вот. И вот у меня было такое ощущение, что все-таки, наверное, какие-то травмы Аликса Муньоза преследовали, связанные, может быть, с коленями. У борцов такие травмы очень часто. Это абсолютно обычное явление для борца. Аликс Муньоз – это чистейший, по сути, борец. Да, ну-ка, я и сказал, тренер из Тима Альфа Мэл по борьбе. Ну и, соответственно, было видно, что ноги именно в попытках перевода, как по-раз-то, ноги у него не подключались абсолютно. Вот. А в целом же, в целом же, что здесь сказать? Понятное дело, что Луис Пенни, он, конечно, значительно антропометрически больше. У него, конечно, просто длиннющие руки, да, 191 сантиметр. Он значительно выше, но Аликс Муньоз, он более атлетичный боец. Он весьма прям такая у него развитая мускулатура. Я полагаю, физически он будет именно в физической силе. Луиса Пенни он все-таки будет превосходить. Вот. И если подумать, как может сложиться этот бой, то мне почему-то кажется, что вполне есть такая вероятность, что Аликс Муньоз просто будет неудобным соперником для Луиса Пенни. Потому что в стойке-то, пожалуй, Пенни будет лучше. Но перевести его можно. У него далеко не такая защита, как у того же Хакпараста, к примеру, да. То есть Хакпараста тоже можно переводить, но это очень сложно. И защита у него значительно лучше, чем у Пенни. Значительно лучше. А Луиса Пенни переводили все, кому не лень, по сути. Потому что, как я и сказал, ладно, черт с ним, да, там, Стивен Питерсон. Хотя это как бы тоже, да, не очень. Его Мэтт Виман просто, просто бедный дед. И то его переводил, как бы. Ребятки, я думаю, здесь реально для Луиса Пенни может просто стилистически неудачно сложиться бой. Потому что борец, да, этот будет его переводить. Вот. И если Луис Пенни там ничего не придумает, какой-то сабмишин или еще что-то, то мне почему-то кажется, что будет возможность удерживать у Аликса Муньоза его за счет физической силы, как минимум. Ну и, конечно же, плюс его навыки. В общем, мне не нравится здесь Луис Пенни как фаворит за 1,67. Я вообще его в целом считаю переоцененным. Некоторое время он был на, ну, на каком-то хайпе, да, потому что тренировался в ИК, там, светился с Хабибом. Но по боям он показывает, что он очень мало что все-таки себя представляет. Аликс Муньоз пока непонятный боец, да. Ну, то есть, мы знаем, скажем так, его сильную сторону. Я не думаю тоже, что он многого сможет добиться. Все-таки здесь уже ему за 30. Я думаю, там присутствуют определенные травмы. Но, тем не менее, именно в этом бою стилистически, я считаю, у Аликса Муньоза шансов чуть больше. Он идет за 2,2. И, ребятки, не кидайте в меня помидорами, да. Ну, мне кажется, что здесь у Андердога шансов побольше, да. И я буду здесь опять за Андердога во втором бою подряд. Надеюсь, что все здесь у Аликса Муньоза получится. Итак, давайте двигаться дальше. И далее у нас интересное, по сути, противостояние. Здесь Абдул Розак Аль-Хасан против Джейкоба Малкоуна. И это бой в среднем весе, насколько я понимаю. Просто это, ну, такой немаловажный фактор. Я его упоминаю по той причине, что Абдул Розак Аль-Хасан – это боец, по сути, в Элтервейте, да. 170 фунтов. И, ну, по сути, можно сказать, что всю свою карьеру в Элтерах он провел. В UC, по крайней мере, здесь все были бои в Элтерах абсолютно. И, ну, переход в средний вес абсолютно логичен совершенно. Потому что в последних двух боях Абдул Розак Аль-Хасан не может сделать вес. Он показывает перевес. И, соответственно, в среднем весе, наверное, будет ему все-таки покомфортнее. Видимо, реально тяжело ему сгонять. И бои для него, как раз-таки вот эти, где он показал перевес, ну, совершенно плохо сложились. Да, мягко говоря, очень плохо сложились. В целом, что сказать. Очень опасный спортсмен. Очень тяжело бьет. Ну, вполне техничный, да, пока свежий. И, собственно, по сути, наверное, и все. То есть, там есть какой-то у него бэкграунд. Если я правильно помню по поводу того, что побороться он вроде как может. Но никогда он-то не показывал, и что интересно, его самого все время бороли. Ну, то есть, те бои, которые заходили за пределы первого раунда, его бороли, он сделать мало что мог. Хотя, по-моему, по-моему, Сабаха Хамаси он переводил. Но, опять же, это не особо важно. Важно то, что карди у него было ужасное в тех боях, которые выходили за пределы первого раунда. Это было с Амари Ахмедовым, да. Амари, то есть, не дал по себе пасть. Хотя Амари Ахмедов это далеко не... Ну, это не бои с железной челюстью, так скажем, да. Но, тем не менее, Амари Ахмедов не дал по себе попасть. В первом раунде тяжело выжил. И уже, так сказать, в такой вязке бой устроил, переводил Аль-Хасана и выиграл с плитом этот бой. Мунир Лазес тоже пережил первый раунд, да, вот эти сложности, когда Аль-Хасан пытался его просто убить, уничтожить тяжелейшими ударами, да. Пытался попасть в голову, но, тем не менее, Мунир Лазес не дал по себе плотно попасть. Причем, что было интересно, он даже застаивался у сетки, насколько я понимаю, наверное, специально, да, в блоке. Просто давая по блоку работать, просто давая вырабатываться Аль-Хасану. И, соответственно, он выработался во втором и в третьем раунде Лазес, конечно, значительно лучше смотрелся и переводил периодически. Хотя тоже, по сути, он ударник, вообще-то, да. Но уже почему бы не использовать против уставшего соперника все, что можно, да. Ну, и в крайнем бою встречался он с Хаусом Вильямсом. Боя как такового не было, но Аль-Хасана вырубили просто наглухо. Это просто было очень жестко. Я не знаю, сколько он спал, да, после этого нокаута, но на самом деле смотрелось довольно-таки страшно. Вот, соответственно, противостоять ему здесь будет Джейкоб Малкон. Также я уже рассказывал про него перед его предыдущим боем. Это спарринг-партнер тренировочный Роберта Уитакера, да. Это по базе борец, грэпплер, насколько я понимаю. И, соответственно, у него до UFC был довольно неплохой рекорд 4-0. Что интересно, даже два боя дошли до решения. То есть мы могли, в принципе, его видеть на протяжении всего боя, что он из себя представляет. И кардио, ну, по большому счету, вменяемое. Я посмотрел его все четыре боя. Он, ну, он подустает. Здесь надо понимать, что к третьему он немножко подустает тоже. Но вполне, вполне хорошее вменяемое кардио. Неплохая борьба. Опять же, я не скажу, что стойка плохая, да, учитывая его базу, нет. Стойка, в принципе, нормальная. Ну и, конечно, чередует он все это с борьбой. Где-то может переводить, позалеживать соперника. Да, у него здесь тоже были проблемы. Его и самого здесь бывало переводили. Ему приходилось свипать или защищаться от переводов, или не проходили у него переводы. Вот, в любом случае, здесь надо понимать, опять же, что все это, ну, такой средненький уровень. Я не скажу, что прям, опять же, плохой. Потому что зачастую мы видим, ну, скажем так, у проспектов, когда там первые, там, куча боев у них просто с ребятами, с рекордами 0-0, или вообще с отрицательными рекордами. То есть здесь такого нет. Здесь все соперники с положительными рекордами. Вот, плюс два выступления по боксу, как видите, даже было. Что, опять же, интересно, да, причем вообще весит 90 килограмм. Вот, ну, по большому счету, вообще такой. Малкон, в принципе, скажем так, тоже вполне атлетичный боец. И, соответственно, это, ну, такой природный боец среднего веса. В среднем весе он, собственно, и дрался, да. Вот. И что может быть здесь? Здесь, конечно же, наиболее вероятный вариант – это то, что Малкон просто выйдет и сразу пропустит по лицу, да, и проиграет нокаутом. Я думаю, что, ну, выглядит так, что это наиболее вероятно. По той причине, что с Филом Хоусом он вообще ничего не смог показать. Хотя, по сути, Фил Хоус, то есть все, что нужно с ним – это пережить первый раунд. Вот, кардио у него просто ужасное. По сути, да, переживи первый раунд, затем начинаешь с ним работать. Но Малкон не пережил даже 18 секунд. Это вообще, как это понимать? Причем ничего сверхъестественного Фил Хоус не показал. Он просто поджал его к сетке, начал бить. Просто удар, 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 удар. Один из них прошел, Малкон пошатнулся и произошло добивание. Все. Абсолютно простейшая тактика. Она сработала. Что мешает сделать то же самое Аль-Хасану, я не понимаю. Соответственно, фаворитом здесь выглядит Аль-Хасан. Но, опять же, его ужасное кардио. После первого раунда отсутствия борьбы, скажем так, определенной, да, мне подсказывает, что Аль-Хасан в любом случае своего коэффициента 1.3 он просто не стоит. 1.34 сейчас на него, да, по пиноклу и 3. И 4 на Малкона. На Малкона я тоже не могу сказать, что вот, ребятки, давайте притопим за этого андердога. Да, он перспективный. Ну, может быть. Может, конечно, он выиграет, если переживет первый раунд. Но, в целом, учитывая его предыдущее выступление, его там тоже довольно прям жестко накутировали. Ну, вот такие вот здесь ребята, да, которых просто каждого из них уничтожили в прошлом бою. Я считаю, что на бумаге фаворитом Аль-Хасан является 1.3. Это просто борщ. Он вообще не против кого так, наверное, не стоит. Соответственно, просто посмотрю этот бой. Просто посмотрю. Даже не могу здесь, скажем так, какой-то выгодный вариант выбрать, потому что не удивлюсь, если бой затянется, да, если они будут после нокаутов очень сильно осторожничать каждый из них. Такое тоже будет. Поэтому, ребятки, давайте просто посмотрим этот бой. С 1.3 не согласен, но с тем, что Аль-Хасан фаворит согласен. И, скорее всего, я думаю, что он здесь выиграет. Ну, собственно, друзья, движемся дальше. И у нас здесь тяжелый вес. Андрей Орловский против Чейза Шермана. Я напоминаю, что здесь бой с заменой. То есть Чейз Шерман должен был встречаться с Паркером Портером. И, соответственно, на замену здесь у нас выскакивает Андрей Орловский. Но, в любом случае, я думаю, проблем здесь не должно быть по той причине, что... Ну, я имею в виду проблем с подготовкой, да, по той причине, что Андрей Орловский, он все время тренируется. Вы можете всегда зайти к нему в Инстаграм. Он просто буквально живет в зале. Он там просто все время, да. Он, скорее всего, будет нормально готов. Андрей Орловский такой ветеран, 42-летний уже, да, прекрасный. Ну, наверное, можно сказать, что легендарный уже боец. Потому что реально огромное количество боев за плечами. И в свое время, да, на высочайшем уровне выступал. И просто это удивительно. Но он продолжает выступать на высочайшем уровне в UFC в этом возрасте. Периодически выигрывает еще молодых ребят. Ну, сильно углубляться не будем. Да, здесь не самая крепкая челюсть. Хотя он, по сути, не дает особо по ней попадать. Вот. И, ну, навыки здесь, я считаю, что во всех аспектах есть. То есть и борьба у него есть. Он и сам побороться при желании вполне себе может. Это использует периодически. Вот. И ударная техника вполне вменяемая, да. Где-то не хватает скорости. Но техника у него, в принципе, есть. Да. И в своем темпе. Он вот чисто на опыте. В своем темпе умеет работать. Может все три раунда отработать. Соответственно, из последних трех боев. Вот за 20-й год и за 21-й. Он у него рекорд 2-1. Выиграл Филиппе Линза. Если я правильно помню, проиграл он там первый, по-моему, раунд. Вот. Потом выиграл второй, третий. Затем, что интересно, с Тайнером Боссером был близкий бой. Но судьи, в принципе, могли отдать и туда, и сюда. Но так получилось, да, что отдали Андрею Орловскому. Тайнер Боссер там был лучше в лоу-киках, да. В ударах в голову был лучше Андрея Орловскому. Ну, возможно, здесь по делу отдали, в принципе. Спинок, хотя нужно просто понимать, что бой был близкий. Вот. И с Томом Аспином, к сожалению, у Андрея ничего не получилось. Он проиграл досрочно. Причем с Абмишином это очень редко у него происходит. С Абмишином он проиграл до этого только Джошу Барнетту. И больше никогда и никому, да. Вот. Но, опять же, нужно здесь иметь в виду, что первый раунд был очень сложный для Андрея. Он пропускал очень много ударов. Он был потрясен. И Том Аспинал почему-то его немножко там не доработал. И вроде у Андрея уже даже, ну, немножко он выровнял. Начало получаться уже в конце первого раунда. Но Аспинал сделал отличный ход. Просто неожиданность, да. Во втором раунде вышел и сразу же перевел. Совершенно Андрей этого не ждал. Зашел за спину, просто только накинул, да. Андрей сразу стучит. Вот. Соответственно, Чейз Шерман, я не думаю, что обладает такими неожиданными фишками, да. Он, по сути, ударник. Он ударник. И он определенно никогда даже не приближался к уровню, на котором Андрей Орловский выступал. Он даже не приближался. Но, опять же, надо отдать ему должное. Практически половину карьеры он провел в UFC. Он был там еще с 16-го года, да. Подрался там несколько лет. Затем после череды из трех поражений был уволен. Ну, то есть, его здесь и переводили, да. И забивали в партере, и перебивали в стойке, и нокаутировали. То есть, с ним можно все что угодно сделать. Хотя я не могу сказать, что это прям плохой боец, да. Вот. Далее выиграл несколько боев в Island Fights. Ну, ужасный, конечно, промоушен. Если честно, вообще нулевой. Вот, в Бернакл провел несколько боев здесь. Ничья, победа и поражение Джо Билтрану. Но, опять же, такое... Это тоже, ребятки, оценивать, конечно, можно по-разному. Прям такое себе проиграть Джо Билтрану на голых кулаках. Просто, по сути, разжиревшему средневесу. Да, он в тяжах выступал раньше и выступал довольно часто. По-моему, в UFC даже. Но он маленький сам по себе и выглядит с очень лишним весом, довольно медленным. Но в Бернакл он является силой, да, которую через Шерман пройти не сумел. И, опять же, что мне не понравилось. Я посмотрел его выступление в Island Fights и это было ужасно. Это просто было ужасно. Вот, допустим, ребятки, взять тот же бой с Фрэнком Тейтом. 6-5 у пацана рекорд, да. И просто Фрэнк Тейт, по сути, Шермана избивал. Вот до последней минуты боя, он его просто избивал. И знаете, что у него была за техника? Ну, как бы, я думаю, вы сами предполагаете, какая техника у человека с рекордом 6-5. Просто абсолютнейший невероятный колхоз. Размашистое вот это дерьмо. Но оно все залетало через Шермана в голову. Он это все выдержал и в конце сумел попасть сам и выиграть. Но так или иначе, это было. Это было. С Айком Вилануэвой бой получился у Чейза Шермана отличный. Вообще, у Шермана есть такая фишечка. Он очень много лоу бьет, да. И они у него работают. Вот Вилануэви как раз-таки накидал лоу-киков прям нормально. Во втором раунде по нему попал, да, и нокаутировал. Вот, ну, опять же, ну, Вилануэва, ну, это тоже такое. Этот, по сути, тоже, условно говоря, разжиревший средний вес, по сути. Вот, и довольно медленный боец сам по себе и довольно низкоуровневый. Вот, ребятки, соответственно, что здесь можно сказать? У Шермана, конечно, шансы есть. Определенно, есть у него шансы, потому что по Андрею, в принципе, достаточно попасть плотно. Да, тяжело, ну, попасть и добить, если это нужно будет. Бывает, просто можно попасть. Вот, в борьбе Шерман ничего ему не сделает. То есть, есть, наверное, какие-то варики хорошо поработать лоу-киками. Но, опять же, Андрей тоже не глупец. Он крайне опытный боец. И на эти лоу-кики он, конечно, будет находить противоядие. Будет бить джебы, скорее всего. И я считаю, что в техническом плане Андрей Ирловский значительно более оснащен, чем Чейз Шерман. И, несмотря на то, что его соперник моложе, я думаю, здесь Андрей все-таки именно в плане техники будет намного лучше. Плюс он может даже где-то побороться, попытаться. Это тоже вполне возможно. Шермана можно переводить, на нем можно лежать, да, можно работать с ним в партере. Поэтому, конечно, даже несмотря на то, что на коротком уведомлении выходит Андрей, выглядит, конечно, он здесь более предпочтительно. Но кэфы, я считаю, расставлены по делу. Андрей Ирловский у нас здесь идет фаворитом, но небольшим за 1.8. Это совершенно правильно, потому что, как я и сказал, он на коротком. Он, по сути, обладатель не самой крепкой челюсти. И прошлый бой, который был всего лишь два месяца назад, для него сложился нелегко. О, он в первом раунде был потрясен, он напропускал много ударов. Вот исходя из вот этих вот компонентов, да, я считаю, что коэффициенты по делу. Большим фаворитом Ирловский не должен быть, но он точно здесь фаворит. И я считаю, что шансов у него побольше. В общем, буду здесь за Андрея, желаю ему удачи. Ну, собственно, ребятки, переходим ко второму по значимости событию мейнкарда. Это Джереми Стивинс против Дракара Клозы. И опять же здесь сразу стоит заметить, что вроде как, да, Топол же нам говорит о том, что этот бой в лайтвейт. То есть 155 фунтов, и это не родной вес для Джереми Стивинса. Он всю свою карьеру дрался в 145, насколько я помню, да, если я не ошибаюсь. Да, когда-то давно, вот вижу, да, в 11-м году он дрался в 155. Но, соответственно, перешел он в 145, вот, получается, в 13-м году. И вот все вот эти бои у него уже были в 145 фунтов. Это его уже сейчас родной вес, да. Но вот он решил подняться. Ну, возможно, это правильно. Здесь реально такая череда уже из поражений. Идет 4 поражения подряд. С 18-го года он, с начала 18-го, да, он никого не побеждал. Вот, ну, опять же, мы знаем, мы знаем, что из себя представляет этот боец. Он уже такой тоже ветеран. 34 года, огромное количество боев за плечами, крайне тяжело бьет. И, по сути, да, конечно, панч, это, ну, наверное, наиболее сильная его сторона. В основном, работа в стойке у него именно силовая на то, чтобы нанести побольше тяжелых ударов. Защита от борьбы, в принципе, присутствует. Хотя, опять же, перевести его можно, конечно. Вот, и поклинчевать его тоже можно. Вот, но где-то он и сам побороться может. И сам может попереводить. У него тут бывало, что он соперников своих много раз даже переводил. Вот, но, тем не менее, в целом мы знаем его. Мы знаем его как ударника с тяжелым панчем. Вот так можно это выразиться. Вот, и что интересно, в бою с Кэллином Катаром мне показалось, что он прям сильно и несвойственно для себя устал. Потому что, если взять бои с Яиром Родригесом, забитым Магомед Шариповым, то в этих боях он забрал один раунд. И у Забита, да, в третьем, когда забит устал. И у Яира Родригеса забрал третий раунд, когда Яир уже устал. Ну, опять же, надо напомнить, что Яир Родригес потряс. Потряс во втором раунде там Джереми Стивенса. Забивал, убивал его, уничтожал, но вот не уничтожил. И, соответственно, Стивенс выжил и передышал, скажем так, Родригес в третьем. Хотя это не позволило ему выиграть бой. Но вот с Кэллином Катаром было отличное начало. Джереми Стивенс там забрал первый раунд. Он сильно перебил Калвина, да. Он его просто поджимал, наносил много ударов. Но уже по этому раунду, когда он шел, было совершенно понятно, что он не выдержит такого темпа все три раунда. И оказалось, что так и есть. Да, оказалось, что... На втором раунде он же подустал. Он начал больше пропускать. У него не получалось так поджимать. И он пропустил. Просто шикарный удар. Просто очень красиво, конечно, со стороны Кэллина Катара это было. Ну и, соответственно, проиграл досрочно. Вот. В общем, такие дела, да. Можно его нокаутировать. И сейчас как раз-таки он после тяжелого нокаута. И в корпус его тоже здесь уже потрясально нокаутировали. И Родригес, кстати, тоже, по-моему. Вот. Причем Родригес, если я правильно помню, с Джеба. Его даже в нокдаун отправлял. Вот. Хотя, не знаю, наверное, нельзя еще сказать, что он прям пробитым является. Но так или иначе, такой момент есть. Дракар Клозе. Ну, боец определенно менее изношенный. Но и, конечно же, менее опытный. У него меньше боев за плечами. Ему 33 года. И, по сути, в UFC он с 2017 года, да. У него всего лишь два поражения. Выиграл Дэвина Паула в близком бою. Марко Диакиси выиграл. Они там бороли друг друга, кстати, Дэвида Теймура, да. Собственно, Дэвида Теймуру проиграл, да, единогласным решением. Теймуру его тогда в стойке расстрелял. Выиграл Н2 НАТО, выиграл Бобби Грина. Хотя, опять же, с Грином был близкий бой. Ну, мягко говоря, да, так скажем, близкий бой. И если вы посмотрите на статистику, вы увидите, что Бобби Грин значительно перестрелял там Дракара Клозе. Но, опять же, введение боя Грина, это, собственно, ключ к тому, что ему зачастую не отдают бои даже, которые он, может быть, и выиграл. Ну, и Кристос Гиагас тоже такой плотненький, вязкий бой. Тоже они друг друга переводили. Гиагас спину там у Дракара забирал. Дракар его очень много клинчевал, прижимал. Ну, и в крайнем бою вот поражение отменило Дариуша. Дариуш ему сразу зашел за спину. И с первого раунда за спиной присидел. В втором раунде Дракар Клозе сам по нему попал, пошатнул его. Полетел добивать. И во время этого добивания пропустил удар и был нокаутирован. В общем-то, ребятки, Дракар Клозе это такой спойлер, можно так сказать. Потому что... Ну, то есть, что это значит? Это очень неудобный боец. Это боец, который зачастую сушит бои. Посмотрите, сколько у него решений, да? В UFC просто. Вот за исключением боя с Бенилом Дариушем все решения. Это далеко не совпадение. Это не просто так. Просто в целом, да, это такой парень, который... Ну, который просто неудобен. Он очень много любит клинчевать, да? Его самого тяжело перевести. Хотя можно, да? Он сам попереводить тоже, в принципе, может. Ну, вот именно сама его такая одна из любимых работ. Это, ну, можно сказать, наверное, клинч. Вот. Вполне вменяемая стойка. И вполне вменяемое кардио, что немаловажно. Кардио у него вполне себе хорошее, да? И что позволяет ему такие вязкие бои, прям трехраундовые проводить. Ужасные такие, не особо зрелищные, интересные. Вот. И, соответственно, что здесь может быть? Ну, ребятки, мне трудно сказать, кто прям вот в ударной технике лучше. Все-таки вообще по Джереми Стивенсу вопросы есть. То есть они сейчас оба после нокаутов. И после нокаутов очень тяжелых, по большому счету. Вот. Но меня немножко смутило, да? Что с Калвином Катаром Джереми Стивенс прям подустал во втором раунде. Это было заметно. Возможно, потому что он высочайший темп взял. Но еще меня смутил тот момент, что Джереми Стивенса его можно клинчевать. Его можно клинчевать. И у Ярия Родригеса это очень успешно и удачно получалось. И во всех практически клинчах Джереми Стивенс выглядел там хуже. А Дракар Клоза, он это точно будет делать. Он это делает в каждом бою. Да, ему это нравится. И опять же, если Джереми Стивенс вновь начнет уставать, я считаю, что Дракар Клоза может его передышать. Потому что у этого парня кардио вполне себе нормальное. Но нужно понимать, что Джереми Стивенс выступал на более высоком уровне. Это высочайший уровень. Посмотрите, да? И Эммит, да? И Магомед Шарипов, Жизаальда, Калвин Катар это высочайший уровень. Дракар Клоза все-таки бился на уровне значительно ниже. Поэтому вопросы тоже... Вопросы в том, на каком вообще он в принципе уровне присутствует, да? Вот, но опять же, Патряс Дариуша, вот как бы если бы Патряс и нокаутировал, то, наверное, конечно, и боя этого не было, и Кэфа бы на него, конечно же, такого не было. Да, был он, по сути, в миллиметре, чтобы Дариуша нокаутировать. В общем, ребятки, я просто к тому клоню, да, что, ну, двушка на Дракара мне это не нравится. Мне кажется, что многовато. Даже по равным я бы, наверное, отдал все равно предпочтение Дракару Клоза как более актуальному бойцу, как бойцу менее изношенному, как бойцу с неудобным, неприятным стилем, как бойцу, который дерется в своей весовой категории, в которую будет только подниматься Джереми Стивенс, вспоминать былое, да, так сказать. Вот, поэтому мне кажется, что Дракар Клоза все-таки по коэффициентам здесь более предпочтительно выглядит. И ключи-то к победе у него есть, что интересно, ключи есть. Это, конечно же, клинч, возможно, какое-то чередование с переводами. Это, ну, это, в принципе, такое вязкое ведение боя, энергозатратное, которое позволит его сопернику устать. В общем, я думаю, что за двушку, в принципе, Дракар Клоза, да, здесь, ну, как мне кажется, чуть более интересно смотрится. Буду за него здесь. Ну, и, соответственно, друзья, давайте перейдем к главному событию этого вечера. Роберт Уитакер против Келвина Гастелума. Опять же, ребяточки, здесь замена. Роберт Уитакер должен был встречаться с Паулой Костой, который заболел. И, соответственно, Коста уже, в принципе, получает, ну, такое, не самое хорошее отношение у фанатов ММА, да, после своих высказываний. Вот, Келвин Гастелум здесь у нас выходит на замену, соответственно, вообще, да, ну, давайте, пожалуй, с Келвина Гастелума начнем. Ему 29, и, по сути, я вообще, что здесь хотел сказать, что я еще перед его прошлым боем начинал говорить. Ну, выглядит он, конечно, ну, именно вот это его возвращение выглядит странновато. Он дерется довольно нечасто, да, и, что интересно, до его прошлого боя с Хейничем, я это отмечал, что там фоток у него в Инстаграме с тренировок практически нет, вообще непонятно, что он там делает, чем он занимается, что вообще у него происходит. То есть там даже его фанаты уже в Инстаграме шутили у него, да, то есть он постоянно выкладывает фотографии, там, то реклама, то там в костюмах какие-то такие, то и там из барбершопа, еще что-то такое. У него уже просто фанаты спрашивают, как бы, Келвин, ты уже модель или ты еще боец, да, уже, ну, не ясно, что происходит. Но в прошлом бою показал, ну, наверное, что еще боец, да, но все-таки в целом бой был такой, тоже не самый, не самый лучший бой Келвин Гастелума. Ну, что интересно, после этого боя в Инстаграме у него появилось огромное количество фоток с тренировок, сейчас он постоянно в зале, кстати, я напоминаю, да, в Kings MMA он тренируется, отличный, прекрасный зал. И да, он сейчас там постоянно тренируется много, это очень хорошо, это очень хорошо, но, опять же, выскажу свое мнение по этому бойцу, я его никому не навязываю, но после боя с Исраэлем Аддессани Келвин Гастелум, на мой субъективный взгляд, выглядит довольно беззубо. И что это значит? Это значит, что Келвин Гастелум раньше был опаснейшим бойцом, это боец, который отправлял там каждого своего соперника как минимум в нокдаун. У него тяжелейший удар, да, но с Дарреном Тилом, то есть даже с Исраэлем у него получалось плотно попадать, забивать его, но с Дарреном Тилом здесь уже вообще ничего не получилось, сплит абсолютно не по делу, Даррен Тил забрал там, причем все три раунда, на мой взгляд, забрал. И, соответственно, с Джеком Хермансоном просто, ну, боя по сути не было, да. Вот, и если бой с Яном Хейничем вспомнить, то, ну, по сути, в стойке смотрелся опасно Гастелум или нет? Вот как бы в чем вопрос, если честно, ребятки, мне кажется, что нет, я не увидел его опасности в стойке. Да, он выиграл бой, по сути, за счет переводов, за счет борьбы, да, где-то в стойке боролся. Очень много переводов сделал, хорошие были классные переводы. Работа в партере, ну, мы это все знаем. Гастелум, в принципе, побороться умеет, он не прочь бороться, да, и у него это получается. У него есть физическая сила, это тоже немаловажно. У него, в принципе, есть выносливость, хотя он подустал в этом бою, тоже здесь стоит заметить, потому что вроде в целом-то он всегда был бойцом вполне себе выносливым. Ну, хотя тоже здесь можно с тем же Крисом Вайдманом, да, вспомнить бой, где он устал. Вот, ну, сады Сани были вменяемые, были пять вменяемых раундов, вполне себе, но вот, опять же, с конечным подустал, хотя бой был, да, такой довольно вязкий. Но, опять же, я повторяю, на мой взгляд, Гастелум немножко уже без зуба, вот в этих боях смотрится в последних стойке, не выглядит прям таким опасным парнем, который где-то подойдет, нанесет один панч и все. Да и в целом, опять же, я не скажу, что техника плохая у Гастелума, но, по сути, зачастую, посмотрите, как он бросается вперед. Вот что он сделал, что он делал с Адесани, хотя надо отдать должное, у Гастелума вначале даже немножко работало, когда он просто по прямой линии летит на соперника и прям комбинацию бьет, раз, два, три, четыре, и один из ударов доставал Адесани, но это быстро перестало работать, Адесани это прочитал. С Дарантилом это вообще не работало, а Гастелум, по сути, делал то же самое, да, он бросался на соперника, то есть, вот смотришь этот бой, и ты видишь, что один боец ходит, а другой двигается, то есть, он делает такие бойцовские движения, да, уходит с линии атак вправо-влево, а Гастелум просто ходит вперед, соответственно, в общем, ребятки, я просто к тому, да, что Роберт Уитакер, мы все его прекрасно знаем, бывшие чемпионы, превосходные, техничные, сильнейший боец и очень умный, как, ну, судя по интервью, вне, вне октагона, он тоже довольно-таки неглупый человек, и как боец он, конечно, очень умный, мне очень нравится его техника, это просто прекрасно, это просто красота, он разобрал Дарана Тила, да, то есть, опять же, после поражения от Адесани, он просто разобрал Дарана Тила, я вообще там, то есть, там 3-2 дали судьи, я вообще эти 3-2 не увидел, то есть, мне показалось, что все 5 забрал Витакер, ну, возможно, первый не выиграл, и он был лучше и в стойке, да, более техничен, он все это приправлял борьбой, в третьем раунде сделал несколько переводов, как оказалось, жизненно необходимых, чтобы выиграть этот бой, в общем, очень умный боец, С Джаредом Канониром это просто песня, это просто красота, опять же, мы очень подробно, я тогда, насколько помню, мы этому бою уделили, там, минут 20, наверное, разборы, и все прям, прям все вот так у Витакера получилось, что от него ожидали, то есть, он отлично выключал джебы своего соперника, работал ногами, работал лоу, ну, красота просто, в общем, боец техничный, боец умный, хотя, опять же, можно по нему попасть, и нужно это всегда помнить, да, он был нокаутирован до этого Стивеном Томпсоном, он был нокаутирован с Рейлем и Десани, Ромеро там его 500 раз в нокдаун отправлял, да, и вот Джаред Канонир, что интересно, тоже его в нокдаун отправил, в третьем, по-моему, раунде, но добить уже там не сумел, Витакер немножко бдительность потерял, да, Даррен Тилл там тоже, ну, такое, что-то близкое к нокдауну было, какая-то такая флешечка, типа, в первом раунде, но такого прям потрясения-то там не было как такового, вот, так что Витакера, да, его можно достать, его можно пробить, и если получится, то, ну, наверное, такой шанс у Кэлвина Гастлума есть, но в целом, если мы посмотрим на их навыки бойцовские, Витакер крупнее, он в целом, да, больше, он антропометрически лучше развит, он, опять же, значительно опытнее, но выступал прям, ну, просто как бы, ну, бывший чемпион, что здесь говорить, да, крайне, крайне техничный боец, я считаю, он стойкий, просто разберет Кэлвина Гастлума, он его просто разберет, если, конечно, ничего не пропустит, и такой шанс будет на протяжении всех пяти раундов, ну, то, что Гастлум где-то что-то, какую-то плюху выбросит, но я считаю, что шансов, ну, как бы шанс есть, но он небольшой, учитывая, как Гастлум прошлые, вот, свои именно крайние бои проводит, маленький шанс этого, на мой взгляд, но он есть, конечно, вот, и, ну, что будет делать Гастлум, вот что он будет делать, то есть, я считаю, в стойке он не перестреляет даже близко, он очень сильно уступает в технике, бойцовском IQ, да, побороть, ну, как бы Витакер и сам может его побороть, если что, да, и у Витакера Кардио вполне себе вменяемое, поэтому я считаю, ребятки, что здесь совершенно по делу фаворитом идет Роберт Уитакер за 1,36, я с этим не спорю, Кэлвин Гастлум за 3,26, я хочу, чтобы было понятно, да, что это ни в коем случае не означает, что Роберт Уитакер точно выиграет, выиграет этот бой, выйдет, да, уверенно его проведет, есть, конечно, шанс что-то пропустить, но именно на бумаге, с точки зрения всех навыков, в общем, в комплексе, Роберт Уитакер выглядит значительно предпочтительнее, к тому же, именно он в этом бою был изначально, а Гастлум здесь выходит на замене, в общем, ребятки, я здесь согласен с тем, что Витакер фаворит, я здесь буду за него утопить, надеюсь, что получится у него выиграть этот бой. Итак, ребятки, на сегодня у меня все, я напоминаю, это было исключительно мое субъективное мнение, да, некоторое видение, некоторая информация для размышления, вы можете быть совершенно с этим не согласны, это абсолютно нормально, напишите в комментариях ваше личное мнение, что вы думаете по боям, кто победит в том или ином бою, как именно это будет, это всегда интересно, собственно, ребятки, пишите. И, конечно же, я напоминаю, у нас есть Телеграм, ребятки, подписываемся на наш Телеграм, будет ссылочка, конечно же, в описании, в закрепленном комментарии, подписывайтесь на ВКонтакте, на наш канал, чтобы не пропускать новые видосы, и, естественно, бойцовский клуб диванных аналитиков, ребятки, там будет подкаст на Беллатор и на все следующие Беллатор, там на ИСЕ постоянно подкасты, вот ПФЛ скоро начнется, тоже будет, это все будет в бойцовском клубе диванных аналитиков. Вот, ну и, ребятки, кому нужны прогнозы, вы знаете, где их искать, прогнозы от ММА Бетс в закрепленном комментарии и в описании. На сегодня у меня все, надолго, я думаю, не прощаемся, всем пока!